Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Номер 117. Мы озвучиваем, начитываем Новый Завет в нашем издании, трехтомник. Каждый том, 752 страницы. Полное толкование всего Нового Завета, включая откровения. Чтобы с откровением в одном комплекте выходило-то впервые за 2000 лет. Вот удивительное дело. Кажется, так это понятно. Доходили до послания евреев, заканчивалось, дальше уже не шло. Я показываю, как. Чем наши отличаются закладками изданы. И очень ценно то, что лучший иллюстратор Библии Гестам Даре. 230 иллюстраций мы сами раскрасили. Много ушло времени на это. Но теперь вот можем представить. Это второе у нас издание. Читает Никита Колесников. Евреям 10.20. Который он вновь открыл нам через завесу. То есть плоть свою. Толкование блаженного Феофилакта. Что касается до входа в святилище, то он сам обновил нам путь. То есть он сам сделал путь новым. Сам начав его и сам первый прошедший им. Вместо того, чтобы назвать путь новым, назвал его по-гречески недавним. Открытым для наших времен. Похвалой для нас служит то, что мы удостоены того, чего не был удостоен Авраам. Нам ныне отверсто небо. Живым назвал потому, что первый путь в святилище по закону был смертоносным. Более уже тот путь не имеет места. Но для принимающих его становится причиной смерти. Это же новый примечание редактора. Пусть так ведет к жизни, что и сам живет и останется таким постоянно. Или под живым, уразумей, подобно недавнему, вместо нового и цветущего, как бы в противоположность, входу в ветхозаветное святилище. Ибо тот путь, путь смерти, он обновил нам путь этот не в небо, плоти своею. Ибо когда она была вознесена на кресте и вознеслась, тогда открылась нам небесная. Поэтому и справедливо он назвал ее завесой. Ибо в том и заключается отличительное свойство завесы, что она, когда она отнята, открывается то, что находится внутри. Евреям 10.21 И имея великого священника над Домом Божиим, толкование, имея священника очевидно Христа, Дом же это мы, верующие, Евреям 3.6. Согласно следующим словам, вселюсь в них и буду ходить в них. 2 Коринфянам 6.16 Левитам 26.12 Или, что я думаю лучше, небо, ибо это называет святилище. И говорит, что в нем служит первосвященник, ходатайствуя за нас. Евреям 10.22 Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, толкование, в вере и к духовному служению, или к небу, где наш первосвященник. С искренним сердцем, то есть с чуждым лукавством, нелицемерным по отношению к братьям, или несомневающимся, нисколько не колеблющимся, ибо не недоумевающим относительно будущих благ, и потому не впадающим в малодушие. Научает нас, под каким условием мы не впадаем в малодушие, а именно, если будем иметь полноту веры, то есть веру, и твердую, и совершеннейшую, ибо можно веровать, но не вполне. Так, например, некоторые говорят, что воскресенье для одних будет достоянием, а для других нет. Нет, это не есть полная, напротив, несовершенная вера. Итак, да приступаем с полной верой. Так как ничто здесь не видимо, ни храм, ни небо, ни первосвященник Христос, но скрыто от нас, как и в Ветхом Завете, первосвященник, входя во святая святых, не был видим, то поэтому необходима вера полная и несомненная. Сказав о вере, теперь показывает, что требуется не одна только вера, но и добродетельная жизнь. Иудеи окропляли тело, мы же сердца, чтобы не осознавать за собой ничего лукавого. Мы будем окроплены самой добродетелью или благодатью Духа, отпустившего нам купили грехи и укрепившего нас так, что если постараемся, мы не впадаем уже более в грех. И омыв тело водой чистою, водой крещения, чистой же, или делающей чистыми, или не имеющим примеси крови, как в древности с примеси пепла. Хотя благодать Духа в крещении и души очищает, однако Павел соединил здесь видимое с невидимым. По крайней мере, при самом совершении крещения для тела берется вода. Так как мы двойственны, то и очищение двоякое. Евреям 10.23 Будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший толкование. То есть твердо будем держать упование, исповеданное нами. Ибо в начале веры мы уповали, что и сами взойдем на небо. И когда вступили в союз веры, мы исповедали, что веруем в воскресение мертвых и в жизнь вечную. Итак, будем держаться этого исповедания. Дает силу, чтобы мы держались твердой надежды, особенно если мы размыслим о достоинстве обещавшего. Ибо верен, то есть истинен Христос, сказавший, где я, там и слуга мой будет. Иоанна 12.26 Евреям 10.24 Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам толкования. Указывает на совершенство любви. Ибо говорит, будем внимательны друг к другу, то есть будем смотреть. Нет для кого добродетельного, чтобы подражать такому. Не для того, чтобы позавидовать, но чтобы найти себе большее поощрение к совершению тех же самых добрых дел, какие у него. Поощрение же это есть дело любви, а не зависти. Ибо как железо острит железо, так и душа, общаясь с душой, возбуждает ее к тому же самому, однако в любви. Или потому, что вы, обращаясь друг с другом, воспламеняетесь к тому, чтобы любить и быть любимыми. Евреям 10.25 Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Вот никого не судите. А увещевать начали, ты судишь друг друга. Не имеется в виду ни священник, ни кто. Все помогайте друг другу. Запоминать надо эти места Писания. И когда начинают люди противоречить, что не надо говорить, ну он за себя ответит. Это означает, его кровь на тебе будет. Павел говорит, я чист от крови всех. Ибо не упустил ничего, о чем не возвестил бы вам. Об этом говорит порог Иезекииль 3.18 Ты его не обличил в беззаконии, он погибнет. Но его кровь я взыщу с тебя, безжалостный, с тебя. Но если ты говорил, а он не послушал, он погибнет. А ты спас свою душу. Но это-то священники вообще не говорят. Совершенно не говорят. Главное не суди, не суди, не суди, не суди. А люди-то осужденные. Путь показать нельзя. Что сказала, что ты смотришь. Ты за собой смотри. Судить другого это легко. Это как Серафим сказал, камушки кидать с колокольни. А себя обличить, это камни кверху кидать. Все. А что сам уже сердце превратил в камень, этого не видит и не знает. Вперед. Полкование. Знает, что общее собрание рождает любовь. Поэтому убеждает не оставлять собрание. И не затевать отделений и противозаконных сходбищ. Ибо где двое или трое собраны во имя моем, там я посреди них. Ну, по-славянски, если человек это, он не понимает. Меня как-то пригласили в старообрядческий храм, съездили. Сейчас не ошибусь, то ли в Томске или где были мы. Ну и я, прихожий такой, как заходишь, у них темноватая. А вверху большая надпись в виде иконы. Прям красиво написано. Но кривыми славянскими буквами. С церковно-славянскими. Я постоял, посмотрел, там вот это место и приводится. И говорит, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаев. Точка. А у него написано, будем оставлять собрание. Не, нету. А они говорят, народу все меньше и меньше становится. Я говорю, кто же написал-то это? А это сын старосты написал. Ну, посмотрите, будем оставлять собрание. Как они взгамазились. Да как же так? Да убрать надо. Это, наверное, на нас подействовало. Люди-то перестали ходить. Ну, маленько-то можно увидеть. А вот ты все время не отбрасываешь где-то то другое. Ты вполне подошел бы к староверам. Поэтому бойся этого. Не, это решительно в другом направлении. Прямо при входе в собрание написано, будем оставлять собрание свое. Понимаете? И заходили туда-сюда, если считать-то, ни один же, ни два человека. В общем, это большая. Вот и все. При том как, у них там случай был такой, попутно сказать, календари присылали старобряческой, белокринитской иерархии. Тогда был еще, а у них архиепископия была, сейчас метрополия. И Иосиф был. Ну, и высылают календари. Ну, община, допустим, 300 человек, а прислали три календаря. Ну, старики там, обычно выпивка-то разрешается у них. И вот они сидели за столом как-то, и говорят, календарь-то пришел-то, и мало календарей-то. А что, давайте, старики, напишем, чтобы больше выслали-то. Да ну, как бы не сказали, что мы что-то вмешиваемся. Ну, а что вмешиваемся? Попросили. Ну, и собрали, сколько их было человек, 12 подписались. Коллективное письмо. Просит календарей, больше ничего. И послали ходоков туда, ходоки к Ленину. Приехали. Ну, рассмотрим там, секретарь-то. Проходит время, бумага приходит, всех 12 отлучить от церкви. Старики-то и взаходят умирать, священник не причащает. Там они такую бучу устроили, все назад отступили. Не надо календарей, только примите. Потому что самая страшная игра, это священник играет при счастье. Не дам при счастье, и сдохнешь под забором. Это устаробряться пособенно. Если ты зашел в православный храм, вот патриарша, это не Каньянский, все пропал. Спасения тебе никогда не будет. Это экуменизм и что угодно. Еретики, ты зашел к ним. У нас в Потеряевке живут родственники мои, сестра родная. Запретили под страхом отлучения, они не ходят сейчас, сидят дома. Мы молимся в это время, а нам нельзя. Вместе выпивать можно. Это можно. Можно ходить на игрища какие, можно. Но вместе молиться нельзя. Я написал митрополиту, который сейчас в Корнилии. У нас отношение хорошее. Он мне книгу присылал, чтобы я посмотрел ее. Я ему подарил. Я написал в конце, я говорю, разрешите ходить-то. Мы же не запрещаем. Многие у нас молятся двуперстно. Вот мы с детства так приучены. Это равно спасительное. Патриархия-то в этом вопросе сдвинулась с места. Как сейчас митрополит Иларион Алпеев служит по старобрядчику. Все полностью. И шапку старобрядчику надел-то. Мне сразу ответ пришел. Этого мы не можем позволить. Вот мы с вами не согласны. Вы говорите, равно спасительное троеперстно-двуперстно. Никогда от митрополита пришел отлуп. Как дядь Щукарь говорит, поднятая цель вине Шолохова. Отлуп. Но молодые ходят еще. Молодых они не могут взять. Ну не будете так мы вообще. Не будем ходить в старобрядческую. Ну и все на этом пока. Ходят, молятся вместе. Мы никого не зовем. Сохрани Бог. Они православные. Ну нельзя же в конце концов понимать так, что кроме тебя нет православных. Есть же еще и финляндская, румынская церковь. 15 автокефальных православных церквей. Никого не признают. Вперед. Матфей 18, 20. Молитва церкви даже разрешила Петра от уз и освободила его из темницы. Деяние 5 глава. Здесь он делает упрек отделяющимся. То есть друг друга утешая и друг друга наставляя и научая и убеждая. Приджи 18, 19. Приближение дня онова. Дня кончины. Ибо пока мы, говорит, еще не удаляемся из этого мира, зачем нам разделяться друг с другом? Это было утешением для них, уставших под гнетом испытаний. Как и в другом месте говорит. Господь близко. Не заботись ни о чем. Филиппийцам 4, 5, 6. Евреям 10, 26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи. Толкование. Ну вот смотри как. Вот у нас по скайпу беседы идут. По блаженному профилакту. И находятся люди. Это что, одни вы спасетесь? А сам уже пережил 80 лет человек и продолжает курить и пить и материться. Как? Бог сильный прощает всем. Ну как прощает-то? Прощает, когда ты каялся, не возвращаешься. По сегодняшний день ни бороды, ничего нету, но стоит на своем. Что только за вас Бог умирал. То есть он это узнал. То есть сатана обольстил. Тут написано, что получив познание истины, а человек этот верующий уже Христа принял полвека назад, произвольно грешим, то не остается более жертва за грехи. Ты эти слова прочитай, запомни. Нет жертвы за грех. Ты допустил одну ложь, теперь другую, целую сыпь так и тянешь за собой. Почему? Ну а что особенно я курю? Ну а что особенно? А Осипов сказал, что можно там, но Осипов-то не умирал за наши грехи. Если ты салган один раз ложный паструлат принял, не имеет значения где. Тебя обличили, не принимаешь, она тянет другое. Третье, ты должен тогда уже нагромождать горло лжи. Почему? Дух лжи вошел в уста. Ну сказано, никакого греха нет. Мы победили грех. Грех не приближается. Трудись. Ничего этого нету. Мы считаем очень важной истины. Почему говорит Павел здесь феофилак? То есть догматика кончилась, теперь берет нравственное. И предыдущий стих связывать с этим не всегда можно. Не всегда. Прямо говорит. Там было поучение богословствования. Догматика. А здесь на рабственное. Поехали. Толкование. Из наиболее полезного он убедил, что мы имеем дерзновение, что мы удостоены прощения. А теперь устрашают наиболее печальным. Смотри, как он снисходителен. Произвольно грешим. Говорит, как будто, если невольно грешишь, то существует некое умеренное прощение. Заметь так же. Не сказал согрешили, но грешим. То есть нераскаянно пребываем во грехе. Так, если мы не будем пребывать во грехе, но обнаружим раскаяние, то будет прощение. Итак, где те, которые говорят, что здесь отвергается покаяние? Получив познание истины, разумеет или Христа, или все догматы. Говорит это не для того, чтобы отвергнуть покаяние, как измыслили некоторые, но показывает, что нет второго крещения, а потом и нет и второй смерти Христа. Смерть Христа он называет жертвой, как и в последующих словах. Ибо единой жертвой он усовершил навеки. Крещение наше изображает смерть Христа. Когда говорим, Кресту поклоняемся Твоему, мы не дерево кланяемся, а Христу распятому. И так и написано, Колоссянам говорит, и спас кровью Креста. Да, кровью не Христа, а Креста, то есть это объединенное. И когда мы смотрим на Крест, мы смотрим на Христа. Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в жестоких страданиях Христа истомил, как дорого нам он спасение купил. Пойдем перед Ним. Где? На Кресте и пойдем перед Ним. Ну, это же Крест. Христу ноги обнимать сначала, и что-то давит, что Крест давит. Ты можешь обнять, но без Креста ты его не обнимешь. Вперед. Так, если мы не будем пребывать во грехе, то мы обнаружим раскаяние, то будет прощение. Итак, где те, которые говорят, что здесь отвергается покаяние? Получи познание истины, разумеет или Христа, или все догматы. Говорит это для того, не для того, чтобы отвергнуть покаяние, как измыслили некоторые, но показывает, что нет второго крещения, а потому нет и второй смерти Христа. Смерть Христа он называет жертвой. Ты маленько прижимай, где я заканчиваю. Ты заснул в это время, двинул туда и опять пищу. Хорошо, хорошо, отлично. Христа он называет жертвой, как и в последующих словах. Ибо единой жертвой он и совершил навеки. Крещение наше изображает смерть Христа. Посему, как та единая смерть, так и это крещение едино. Итак, что же ты так бесстрашно согрешаешь, когда нет надежды? Что ты без труда изгладишь грехи посредством крещения. Итак, вместо этого займись добрыми делами. Евреям 10.27 А то и паститься не могу, я уже старый. Если взяло старый, разрешается только разрешение священника растительное масло и елей. Или вино на воскресный день, когда. Вот свеликий, ну просто подумай о себе. Зачем ты нарушаешь, если ты православный? Православный, значит, соблюдай. Все. Евреям 10.27 Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, толкование. Смотри, как он как бы одушевил огонь, как зверь раздраженный не успокаивается до тех пор, пока не схватит кого-нибудь и пожрав утолить ярость, так и тот огонь, как бы распаляемый ревностью на нарушителей заповедей Божьих и свирепея за них, кого схватит, того всегда пожирает. Ибо не сказал, готовый съесть, но пожрать, очевидно, навечно. Противниками называют не только неверующих, но и верующих, однако поступающих против заповедей Божьих. Но смотри, съесть и пожрать, разве стоесть или нет. В немецком языке съесть – эссен, а пожрать – фрэссен. И написано в скобках – о животных. И мы должны познать, какой чудный перевод сделали этот греческом языке, и те люди, которые переводили, они должны были это до точности знать, иначе расхождение будет. И поэтому Библию переводили, синодальный перевод – самый лучший переводчики. Я считал, что это один из самых лучших переводов. Сегодня уже сравнение показало лучший в мире перевод. И находятся люди, которые не надо, вот новые переводы, бойся это. А почему они говорят? Потому что наизусть они ничего не знают. А если ты знаешь, что тебе это уже не надо, оно не пройдет у тебя. У нас для глухонемых там сделали крупно, отпечатали, все принесли. Да кажется, Игорь это сделал. Ну, замечательно. Я гляжу, перевод не евангельский. Сразу мы зарубили это дело, отдайте назад. Заново закажите. Заплатите деньги глухонимым, чтобы отворачивать и читать во время богослужения. А не читать-то могут по-русски. Псалтырное чтение. Мы не допускаем даже в храм ни одного слова. Не по синодальному переводу. Это пренебесный перевод. Евреям 10.28. Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, толкование, от менее важного доказывает справедливость будущего наказания, чтобы и его слову было больше веры. Закон называют Моисеевым, потому что он много восстановил. Связь речи такая, отвергся, или кто законам Моисеева, то при наличии двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью. То есть, если бы двумя или тремя свидетелями было заявлено, что он нарушил закон. 10.29. То скольте к чайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Говорят, в ветвьем завете все-таки было в новом наказание, а в новом завете нет. Бог прощает. Он говорит наоборот, скольте к чайшему. Чем больше нам дано, тем больше спрос. Кому много дано, много спросится. И здесь это неоднократно подчеркивается. Никогда не позволяйте людям играть этим. Милосердие это называется сегодня и экономия, не экономия. То есть послабление. Аборт сделал, 40 поклонов сделал и на другой день причащался. Сблудил, никаких поклонов. Ну, 3 поклона, 4 там сделал. Все причащается. На следующей неделе опять в блуде. Мне пишут молодежь. Мы опять пошли причастились. Мы опять загуляли, запили, блудили всю неделю. Пошли причастились. Явное дело, что, как Златоуз говорит, кто без депетимида пускает до причащения, гибнет сам, кто причащается. И тот, кто причащает. Так что это кладбище. Я называю скотомогильник. Толкование. Передает на суд самим, что мы обычно делаем по отношению к твердо всеми признаваемому, обращая слушателей в судей. Что же означает попирает? То есть презирает. Как презираемых людей мы ставим ни во что, так и Христос. Христа ставя ни во что. Мы таким образом приходим к тому, что согрешаем. И не почитает за святыню кровь завета. То есть считает ее не лучше всего другого. Завета. Потому что ради нее был утвержден с нами завет, дающий нам наследие благ. Как мы сказали выше. Это сказано о таинствах. Ибо когда мы, приобщаясь при чистого тела и к крови, плоть, принявшую тайны, погружаем в грязь телесной нечистоты, разве мы вместе с этим не попираем Сына Божия? Пыль земли не так недостойна божественного тела, как нечистота. Воспользуйся сказанным и против нестариан. Они считают Христа простым человеком, и кровь его мнят скверной, ничем не отличающейся от прочего. Здесь показывает бесчувственность и неблагодарность. Ибо, говорит, надлежало со страхом относиться к освящению, которого удостоен был в крови. Ибо недостойно распорядившийся дарованным благодеянием оскорбил благодетеля. Не сделал ли он тебя Сыном Божиим? Ты же делаешься рабом страстей. Не пришел ли он, чтобы вселиться в тебя? Ты же вводишь в себя дьявола. Итак, не оскорбление ли это Духу? Евреям 10.30.31 Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение. Я вас дам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого толкования. Это сказал по связи, чтобы показать, что Господь принял на себя отмщение грешникам. Ибо сказал это через пророка, утешая также и тех, кто впадал в малодушие по причине искушений со стороны притесняющих их иудеев. Он как бы так говорил, не падайте духом, у вас есть отмститель и воздоятель, который живет вечно, которого ни в коем случае, в каком случае не избегнут, оскорбляющие вас. Вы впали в руки тех смертных людей, а они в руки Бога вечно живого, от которого они не скроются. Евреям 10.32 Помните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, толкования. Итак, мы недаром говорили, что слова мне отмщения он прикровенно вводит для их утешения. Ибо вот, теперь есть с ней говорить с ними, убеждая их не выходить из терпения. И так, говорит, не подражайте кому-нибудь другому, но сами себе. При начале веры вашей вы боролись. О борьбе этой всегда вспоминайте, чтобы через беспечность не погубить того, чего вы прежде достигнули путем борьбы. Заметь духовную мудрость. Потряши сначала души их напоминанием о гиене, теперь успокаивают их похвалами, но не листяем, а убеждая их собственным их примером. Ибо большего вероятия заслуживает тот, кто советует кому-нибудь подражать себе самому и тем делам, которые он раньше совершил. Быв просвещены, говорит, или о крещении, или вообще о познании таинства и о благах, ожидавших верных. Ибо когда вы были просвещены знанием будущего, вы столько претерпели. Не сказал искушений, но выдержали подвиг, что служит выражением мужества и силы. И подлинно великий подвиг они выдержали. Евреям 10.33 То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, толкования, обрати внимание на похвалу. Именно человек с благородной душой имеет потребность в том, чтобы претерпеть поношение. Как пророк свидетельствует, говорили мне всякий день, где Бог твой, Псалом 41.4. И, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы, Псалом 54.13. И, не предавай меня на поругание безумному, Псалом 38.9. Впрочем, Иов вознегодовал против поношения, хотя все страдания переносил мужественно, как адамант. Если же поношение случится открыто и на глазах многих, то такое поношение требует еще более сильной души. Это здесь он и обозначил выражением, служа зрелищем. Размысли же, как велики были они, презрев ради Христа и славу, и богатство, подвергаясь же обидам и сделавшись позором, то есть как бы будучи выставляемы на зрелище и претерпевая все это. Быть может от каких-нибудь низких и ничего не стоящих людей. Не стоящих. Стоящих, да. Стоящих. Стоящих. Вы, говорит, не только претерпевали ваши скорби, которые, казалось бы, были наведены на вас против вашей воли, но вы были настолько благородны, что сделались общниками апостолов, живущих так, то есть в скорбях и поношениях, и добровольно подвергли себя тому, чтобы вместе с ними претерпевать мучения и принять участие в их страданиях. Не сказал меня одного, но вообще всех, для усиления похвалы их. Все. Сейчас дальше будем события дня.